Дорогие друзья и зрители, с вами доктор Константин Сегодня тема лекции в руках следующая Желудок газа Либо человек часто пользуется своей негативной привычкой как отрыжка В принципе это может любого человека подстерегать в неудобный момент Ну, частенько людей раздражает это когда человек это делает во время еды То ли в обед, то ли в утро то ли завтрак, то ли ужин Что это может быть Прежде всего момент пищеварения у нас начинается в ротовой полости Заболевание ротовой полости состоит здесь на первом месте На втором месте это плохое пережевывание пищи Либо человек ее хватает хватает, хватает не пережевывает, глотает ну и желудку очень тяжело справиться Начинается что скажем так, плохое пищеварение развитие гастрита в средстве чего человек может что ну, порождать сам от неправильного скажем так употребления пищи сам порождать отрыжки отрыжка сопровождается звуком и частенько запах вот, ну что можно сказать здесь здесь можно сказать что человек должен пересмотреть вообще употребление скажем так вообще культуру употребления пищи почему, потому что многие люди вы знаете на сегодняшний день употребляют пищу с водой нельзя употреблять пищу с чаем либо водой, либо теми или ими напитками, почему потому что начинается что гниение пищи в пище столько воды сколько нужно для ее переваривания поверьте, тут вся информация вообще-то содержится у человека на нашей земле водой потому воды достаточно в пище в качественной пище здесь мы подчеркиваем для того, чтобы она переварилась бывает сразу вот в детских садиках либо в школах учат сразу запивать после еды не надо запивать после еды почему, потому что вы смываете еду дальше по желудочно-кишечному тракту вследствие чего она не усвоилась либо не прошла обработку в желудке так мы скажем изначально а уже вы ее смываете дальше по желудочно-кишечному тракту вследствие чего начинается что гниение вот пожалуйста на сегодняшний день очень в супермаркетах много газированных напитков они тоже вызывают что отрыжку чрезмерную работу желудка потому что здесь тоже нужно отказаться от всеразличных скажем так газированных напитков ну и конечно же традиционно обед может в большинстве случаев порождать отрыжку почему? потому что вот человек еще не поел нормально не успокоился и сразу поступает к работе сразу к физическим нагрузкам вследствие чего желудок должен хотя бы отдохнуть но все знают старые люди говорили что после еды не нужно сразу скажем так работать активно почему же нужно дать чтобы организм усвоил ту пищу ну так как у нас сегодня век работы все люди зарабатывают 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 никто о своем здоровье не думает в принципе так вот и губится наш с вами желудок ну помните желудок амбар всех всех тех энергий которые человек употребляет через ротовую полость потому смотрите что вы употребляете какую энергию вы вкидываете и можете ли вы эту энергию сразу израсходовать и как она у вас усваивается в чем нам может помочь акупунктура передний серединный и задний серединный меридиан мы уже знаем работают вместе передний серединный меридиан контролирует желудочно-кишечный тракт полностью но так как энергия у нас с вами в организме состоит из инь и янь то передний и задний серединный меридиан контролирует движение энергии инь и янь если это движение ослаблено то через данную точку мы можем что протонизировать в случае с чего желудочно-кишечный тракт начинает что работать если энергия воспалена в данных двух меридианах в этом нам может помочь диагностика 12 меридианов в данную точку мы что расслабляем в случае с чего энергия выходит и помните через брюшную полость Через энергия входит А сзади, со спины энергия выходит Поэтому мы через данную точку Поможем энергии выйти За то, то есть с тех органов Которые она контролирует Она также контролирует, что избыточный желудок Либо недостаточный Нужно знать об этом Более подробно анатомия вам помочь Что еще может повлиять на образование газов В желудочно-кишечном тракте Спасибо за внимание